Привет, друзья, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами французская распаковка. Распаковка Blissim Box, именно французской версии. Я вам уже говорила, что я подписалась именно на Blissim в Франции. Есть еще Blissim из Германии, но там пока что я сделала паузу и сейчас остаюсь с французской версией этого сайта и этого рассылочного сервиса. Мне очень нравится и плюс ко всему, конечно же, это то, что в этом месяце у нас с вами двойной бокс и он отличается от немецкой версии сайта. Мне кажется, это очень оригинально, интересно, необычно, так что давайте скорее открывать и обсуждать. Начнем, как всегда, разумеется, с финансов. Этот бьюти-бокс двойной, он за два месяца, это за июль и за август, и здесь у нас будет, разумеется, двойная оплата этого бьюти-бокса. Сам бьюти-бокс стоит 16,90, плюс, так как это с французского веб-сайта идет на Германию, отправка 3 евро дополнительно за доставку, и так как я не имею адреса в Германии, я живу в Швейцарии на этот случай, если вы забыли, то мне приходится платить экстра дополнительную денежку моему посреднику для того, чтобы я имела возможность использовать его адрес, и, конечно же, он получал за меня мои посылочки и хранил их до того момента, пока я их не заберу. Вот эта вот очаровательная, потрясающая, классная сумочка была в двух вариантах. Мне досталась та, которую я и хотела. Она такого оранжево-белого, белый, даже молочный, наверное, цвет ближе, то есть все-таки это оранжевый. Второй вариант был с ромашками сини. Обе сумочки очаровательные, классные, интересные, но все-таки этот оранжевый вариант в полосочку мне был более интересен, более симпатичен. Я знаю, что буду носить эту сумку, я знаю, что смогу внедрить ее в свой гардероб и в свои луки. Что касается самой вот этой сумочки, обратите внимание, что сейчас это мега классный, популярный, просто хайповый формат сумки, и буквально везде они продаются, у каждого бренда, мне кажется, сейчас есть. Так что можете себе такое приобрести, даже в том же Houndemia, H&emia бюджетном, и, конечно же, носить с удовольствием этим летом. Это самый популярный формат. Мы с вами открываем, и давайте посмотрим, что же у нас здесь. Здесь сама по себе сумочка, она именно с молнией. Я ее открою сейчас вам тоже. Первый взгляд в эту сумочку покажу. Качество само по себе просто превосходное. Я однозначно буду использовать эту сумочку для своих летних прогулок. И первое, что я здесь вижу, у нас как раз-таки здесь написана тема Summer Power. Вот вы видите вот этот вот синий ромашковый принт. Это и есть второй вариант сумки. Она мне не попала, и, как я уже сказала, к счастью, потому что все-таки, конечно, мне было бы гораздо сложнее использовать этот принт в своих луках. И здесь у нас есть QR-код. Здесь у нас есть спойлер на следующий месяц. В следующий месяц это сентябрь. У нас будет как раз-таки марка Tarte. Классно, интересно. И несколько вариантов было на выбор. Они уже нам предлагали. Но мы с вами погружаемся в тему Summer Power. И что у нас здесь с вами ждать. Еще одна бумажечка, буклецик. Это скидка. Нам она неинтересна. Давайте начнем вот с этого продукта. Первое, что мне здесь сразу попалось, это Aqua Hero Желе после солнца. Да. Такой светящийся лосьон гель после солнца. И здесь у нас 100 мл объем. Это очень интересно. Супер. Я не знакома с этой маркой. Конечно, с удовольствием попробую. Почему вообще мне, в принципе, стал интересен Blissim именно французской версии? Потому что там больше, на мой взгляд, продуктов именно французских. А это мне очень интересно. Все-таки немецкие бренды мне здесь, в Швейцарии, доступны по большей степени, нежели чем французские. Так что хочется получать что-то новенькое и интересненькое. Открывать я пока не буду. Оставлю это, конечно же, на лето. Сейчас у нас лето, можно сказать, практически прошло. Я снимаю в августе. И да, жара, море. Это все, к сожалению, уже история июля месяца. Ну, а август у нас пока что дождливый. Вот сейчас, буквально сегодня, когда я снимаю это видео, у нас настоящая такая сильная гроза. Следующий продукт от Кокодамур. С этой маркой мы с вами уже знакомы. Мы находили буквально вот недавно, но другое средство, к счастью. Здесь у нас три в одном. Это, опять-таки, органический кокосик, водичка и масло 90 мл. Я сейчас быстренько прочитаю и расскажу вам, что нужно делать с этим средством. Действительно, это средство три в одном. Вы можете использовать как прешампунь, то есть такую масочку перед тем, как вы будете мыть волосы. Либо вы можете использовать уже как маску после того, как вы уже помыли волосы. Либо вы можете оставить на волосах как лифтин. То есть тогда вам нужно буквально чуть-чуть капельку. И интересные продукты, так как у меня уже есть от этой марки кое-что, так что будет вот такое комби. Здорово! И мы движемся с вами дальше. Здесь у нас защита 50+. Это прекрасно от марки Гаранция. Небольшой объем, всего лишь 20 мл. Но, тем не менее, объем, в принципе, в дорожную сумку, с собой куда-то, чисто на лицо, этого будет достаточно. И то, что здесь есть защита 50+, просто потрясающе. Плюс это резистентно от воды. То есть вы можете купаться, вы можете попасть под дождик и ничего не случится, ничего не станет, потому что это средство с вашего лица не смоется. Очень ему рада. Защита от солнца снова отправляется в мою такую коробочку на лето, где я буду хранить, соответственно, до следующего отпуска. Нюкс у нас здесь очень классный такой упаковки. Мне нравится, 30 мл. И здесь у нас шампунь. High Shine. То есть получается, он нам подарит особенное свечение с розовой, с розовой ромашкой, с маслом розовой ромашки. Я не знаю, что за розовая ромашка, к сожалению, но, тем не менее, будет интересно попробовать. Да, небольшой объем, 30 мл взять с собой в какое-то путешествие. Шампунь тоже вещь очень полезная. Следующий продукт, который я здесь вижу, нахожу здесь у нас серым. Я вижу серым после солнца. Увлажняющий и смягчающий. Само-сторис 95% натуральных ингредиентов. 25 мл. А марка, как называется, ну, наверное, Само-сторис, да? Я не знакома с ней, как уже говорила, здесь очень много новых для меня брендов, интересных, необычных, которые с удовольствием попробуем. Серым после солнца на лицо. 25 мл. Будет тоже отлично. Опять-таки, отправляется в мой, такую, мою коллекцию летних продуктов. Следующие здесь у меня в такой баночке. И это масло для тела. Да, я вижу, что это масло для тела. ЖЖБА здесь у нас. Экстракт морковки есть. И абрикосовое масло. Я вижу здесь еще слово МАНОЙ, но не совсем понимаю. Это масло тоже, наверное, МАНОЙ. Все написано на французском, поэтому, если вдруг есть какой-то недочет в переводе, простите, пожалуйста, все, что я здесь вижу, это масло для тела. И написано слово МАНОЙ. Ну, наверное, именно с МАНОЙ. Очень хочется понюхать, потому что я МАНОЙ не знаю, как пахнет. Вот это проблема, потому что есть возможность сейчас приобрести на и ФРОШЕ, и их линейку, МАНОЙ. Но я не знаю, что это за аромат. Может быть, мне понравится, а может быть и нет. Ну, давайте понюхаем это. А мне непонятно, как пахнет. Представляете, оно пахнет маслом, да, слегка с какой-то сладкой ноткой. Но я не понимаю, это МАНОЙ так пахнет или что это. В общем, рисковать я не буду. И покупать от МАНОЙ целую серию тоже, видимо, нет. Интересно, масло для тела очень полезная вещь. У меня сейчас в использовании тоже масло для тела, потому что после того, как я целый месяц купалась, сгорала и приехала домой, там же, конечно же, после душа я постоянно использовала лосьоны. Здесь дома я расслабилась, на солнце я не хожу. И кожа начала очень сильно сохнуть, поэтому нужно масло обязательно. Огроменная, просто гигантская бутылка, 500 мл от Биодерма. Здесь у нас мицеллярная водичка. Ну, здорово. Мицеллярную водичку я использую с большим удовольствием. Я использую не только для того, чтобы, когда мне вот лените в ванну и смывать макияж гидрофильным маслом. Бывают такие моменты, когда сел на диван и понял, что ничего уже не хочется делать. Тогда я просто беру средства для снятия макияжа, для глаз и как раз-таки вот такую вот мицеллярную водичку и снимаю свой макияж. Конечно, в том случае, если у меня не было SPF на лице, если у меня не было праймера на лице, был только такой очень легкий макияжик, тогда да. Противно, случай нет. Многие девочки используют для мытья кистей. Я так еще не пробовала, но с тобой попробую. Интересный лайфхак. Вполне возможно, это тоже работает. Ну и, конечно же, смывать какие-то сводчи. Когда я делаю сводчи, мне тоже что-то такое нужно. Я пока что использую салфетки для снятия макияжа, но когда-то же они закончатся. Если я не успею их приобрести, в таком случае у меня будет вот такая 500 мл, просто гигантский объем. Следующий продукт у нас здесь, ах, снова с маной. Посмотрите только, что это. Это гаммаж маной. 100 грамм у нас. А что за марка? Так, простите, я не смогу прочитать ля-ля-лю-лю. Это все, что я здесь вижу, но мне кажется, это ле. Или что это такое? Или это не название марки? Я надеюсь, что это не критично для вас, потому что я, к сожалению, не понимаю, как называется марка. Да, нет, я не смогу это прочитать. При всем моем желании, я даже если я прочитаю, прочитаю, к сожалению, неправильно. Ну, давайте посмотрим, открыто или нет, и можно ли это будет понюхать. Да, открыто, и здесь прям такой скрабик, прям скрабик. Да, пахнет так же, как и масло. Значит, все-таки это, наверное, аромат этого маной. Он сладковатый, он приятный, сладковатый, и вот пахнет мне маслом. Вот я не знаю, почему он не пахнет просто маслом, сладковатым маслом. Ну, неплохой аромат, почему бы и нет, но он сладкий. Я небольшой фанат сладких ароматов, поэтому, наверное, все-таки брать я не буду. Давайте попробуем чуть-чуть, раз уж мы все равно сюда залезли. Это сейчас сахар или соль? Ну, наверное, это сахар, да, я думаю, потому что выглядит так очень-очень крупно, как будто это сахар. Я нанесу капелюшечку, и мы с вами протестируем, что же это за гаммаж такой у нас. На ручку мы сегодня еще ничего не тестировали. Ой, ну сахар, сахар. То есть, если у меня дома закончится сахар, я знаю, где его можно добыть. Пахнет так же, да. Очень приятненький, но сладковатый аромат. Но пока что вот так вот, без воды, этот сахар очень проблематично. Он не растворяется, разумеется, вообще никак. И вот пришлось мне немножечко его стряхивать. Но попробую, почему бы нет, потому что гаммаж сейчас у меня как раз-таки закончился. Я использовала скраб от Ритуалс. Он у меня закончился. Мне нужен сейчас какой-то другой альтернативный вариант. Поэтому буду использовать его. И, конечно же, рада этой находке. Следующий продукт, не продукт, это у нас аксессуар. Вот такая вот очень нежно-голубого такого цвета резиночка. Резиночка совершенно простая. То есть, это не та резинка, как это перекрученный провод. Это просто самая обычная резинка. Тут нет никаких опознавательных знаков. Я не знаю, что это за марка. Но выглядит, в принципе, очаровательно, приятненько. Я думаю, что волосы должна держать хорошо. На лето самое то, потому что очень жарко и хочется волосы убрать. Я не знаю, как люди ходят с распущенными волосами. То есть, люди, я сказала, потому что в Швейцарии даже у мужчин есть длинные волосы. У некоторых длиннее даже, чем у меня. И они убирают, либо не убирают. И я не могу понять, как можно ходить в такую жару, когда жарко, да, летом, с распущенными волосами. Соответственно, я очень рада даже резиночке. И тут еще часть аксессуара от этой сумочки – это ремешок. То есть, мы можем носить ее вот так вот, просто в руках. Либо мы можем использовать ремешок, и у нас получится отличная сумка. Здесь вот на этой стороне написано «блесим». На оборотной стороне ничего не написано. То есть, если вам не нравится, что здесь написано «блесим», можно просто перевернуть другой стороной. Качество отличное. О, я здесь увидела что-то еще. А я только сказала, что практически все. А, нет. И давайте я прочитаю, что здесь написано по поводу того, из чего это состоит. 70% – это хлопок, 30% – это полиэстер. Сделана она, соответственно, в Китае. Ну и, тем не менее, качество отличное. Вот именно дизайн сделан «блесим». Молодцы, «блесим». Мне понравилась сумочка очень-очень. И давайте посмотрим, что я тут откопала, что я практически чуть не забыла. Это пробник. Пробник, то есть, буквально одно сошельно, 1 мл. Я не думаю, что мы будем считать это с вами. Это 2% салициловой кислоты. Ну, 2% в принципе – это вполне себе так очень деликатная кислота. Соответственно, можно использовать без проблем. Да, нужно буквально одну капелюшечку использовать на зону на лице, которая вот вам, собственно говоря, и нужна. И не используем на зону вокруг глаз. Используйте вечером перед вашим кремом. Хорошо, попробую с удовольствием. Это пробничек. А вот следующая у нас с вами уже, мне кажется, полная размерка. Это мини-палеточка. Здесь у нас буквально будет 4 рефила от Софи Мобель. И она упакована экстра вот в такой шуршащий пакетик. Пакетик мы оставим с вами обязательно. Это очень хорошее такое дополнение, потому что многие палеточки я себе не оставляю. Я их либо раздариваю, либо... Ну, продавать я их никогда еще не продавала. В основном я их только, конечно, раздариваю. И когда я возила подарки моей сестре, вот такие вот пакетики мне очень даже пригодились, чтобы просто-напросто какие-то хрупкие, такие как палетки, не разбились. Давайте открывать и смотреть. Здесь очень нежная, розовая, красивая такая упаковочка, приятная. Ну, посмотрим, конечно, как все это выглядит, богатство внутри. Смотри, пластиковая, ну, пластик такой выглядит сам по себе весьма-весьма бюджетно. Тем не менее, здесь у нас тоже написано Софи Мобель, на оборотной стороне написано, что 4 грамма. Небольшой объем, но этого вполне себе достаточно. Я сейчас аккуратненько открою, насколько это возможно. Здесь ни зеркала, ничего нет, и покажу вам эти цвета. Эту палетку я себе оставлять не буду, поэтому, к сожалению, сочи я вам сделать тоже не смогу. У меня есть уже палетка на подобие. По-моему, тоже находили в Blizzing Box до этого, и мне она очень понравилась. Я ее уже тестировала, я ее оставляю себе, а вот эта вот, ну, она идентичная. Мне две такие палетки, разумеется, не нужны, мне бы одну такую закончить. Соответственно, эта палеточка со мной не останется, но здесь у нас, как я вижу, один матовый цвет. Он находится вот здесь вот, и вот здесь вот у нас уже шиммерные цвета. Было бы, наверное, более логично сделать все-таки хотя бы два матовых, два шиммерных, но как сделали, так сделали. Тем не менее, палеточка такая вот у нас здесь тоже есть, и, в принципе, это все, что было в этом боксе. Давайте поговорим, конечно же, про наши впечатления, понравилось, не понравилось, и про хайлайты. Мне лично очень понравилось. Мой хайлайт, ну, на самом деле, это сумка. То есть, я в восторге от вот этого аксессуара по полной программе, особенно то, что это действительно тот самый вариант, который мне был бы интересен, потому что я не смогла, к сожалению, выбрать. Я подписалась на тот момент уже с таким опозданием, и мне не дали возможности выбрать эту сумочку. Я очень переживала, что мне придут ромашки. Если бы пришли ромашки, мне пришлось бы передаривать эту сумочку, а так я могу, конечно же, ее себе оставить. Следующий мой хайлайт, ну, даже не знаю, что бы я сказала, но, в принципе, вот эта мицеллярка, она меня однозначно порадовала. Здесь большой, громенный объем. У меня заканчивается мицеллярка, мне покупать не надо. И, ну, наверное, вот это вот средство от Гарансия тоже будет моим хайлайтом, потому что защита от солнца. Я ее использую постоянно, летом. И, несмотря на то, где я нахожусь, я нахожусь на отдыхе в Турции, или я нахожусь здесь, в Швейцарии, на солнышко тоже очень-очень активное. И мы часто ездим на кабриолете, соответственно, когда крыши нет, защиты нет, шляпка может улететь. Я редко использую шляпу в этом случае, я использую, действительно, просто побольше защиты. Это, пожалуй, все. То есть, можно было бы сказать, что, наверное, вот это могло бы быть хайлайтом, но, к сожалению, такие очень носибельные, но простые, немножечко скучноватые цвета. Они у меня уже есть, и ни в одной палетке. Вот только вот 4 рефила у меня тоже есть такая мини-палеточка, поэтому это не совсем тот продукт, который я бы назвала в этот раз хайлайтом. Напишите, конечно, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось из этих продуктов, чтобы вы посчитали хайлайтом, и получали ли вы, может быть, действительно, тоже такой же боксик, именно от французской версии Блисси. По финансам тут сложно очень посчитать, я, к сожалению, не знаю, но финансы, однозначно, перекрыли мои затраты на этот бокс, я уверена в этом, поэтому, к сожалению, общую сумму я вам не подскажу. Ну, либо, если я где-то на момент монтирования найду, конечно же, информацию, сколько было в этом боксе, я вам обязательно в итоге добавлю. Что ж, мои дорогие, это было все на сегодня. Спасибо вам огромное за то, что были вместе со мной. Надеюсь, это видео вам понравилось, и мы обязательно увидимся в моих следующих видео. Не пропускайте, подписывайтесь, кнопочка внизу под этим видео. Я же буду с вами прощаться, желаю вам отличного настроения, как всегда традиционно, прекрасного дня, чтобы у вас было все замечательно, чтобы лето продолжалось, радовало нас теплыми, солнечными, классными денечками, когда можно было еще выголить свой плац, который осталось не выголено, а взять новые туфельки, взять новую сумочку, и, конечно же, использовать какую-нибудь классную яркую палетку, чтобы создать летний лук. Мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok